В производственном цехе, где гудит оборудование так, что кажется можно оглохнуть, находясь там около часа, уверенно и спокойно работает Аделина Мальджувини. В ее ушах специальные беруши, которые позволяют работать без каких-либо неудобств. Уже почти 35 лет она работает ткачихой на фабрике Аудиас. Она успела пройти несколько этапов работы, развития и становления фабрики. От Советского Союза до вступления страны в Европейский Союз. И перемены пошли только на пользу, уверяет Аделина. Новые станьки, оборудование и условия все улучшаются. Ну все к лучшему. Закан, да, нравится. Столько лет отработала, да, нравится. Фабрика Аудиас, что в переводе с литовского означает ткач, была основана в 1946 году, рассказывает коммерческий директор Илана Макеллини. В бытность Советского Союза она была одним из передовиков текстильной промышленности. После приобретения независимости Литвы изменился и статус предприятия. Фабрика была приватизирована сотрудниками фабрики, самой сотрудниками фабрики. И после вступления в Европейский Союз уже фабрика функционирует как отдельное полностью частное предприятие. И в то время было, конечно, очень много, как бы, не то что проблем, но найти себя, то есть продукцию представлять не только по плановой экономике, но предприятие столкнулось с вопросом рыночной экономики. И самих найти новые рынки сбыта, найти новых клиентов и, как бы, удостоверить свое имя и продукцию среди мировых клиентов. Переход был болезненным, рассказывают сотрудники фабрики. Поиск новых рынков стал возможен благодаря участию в различных выставках и экспозициях, где продукция получила свое признание. Качество работы, ответственность перед заказчиками и доступная цена – три основных принципа фабрики. Не отступаться от них им позволяет постоянная модернизация оборудования, которая стала доступнее с помощью проектов европейских фондов. Только красильный цех, где произошло последнее обновление в прошлом году, стоимость проекта составила около двух миллионов евро. Ну, еще не видели у нас, все еще осталось оборудование ткацких контов, называется «Зауер-400». Это мы покупали в 1986 году еще, в советские времена, можно так сказать. И эти станки уже почти не работают, почти все продали. Ну, где-то там один, второй все еще делает какие-то старые изделия. Самые новые у нас – это «Беннигер», который для основы делается. Это швейцарская компания, самая известная в мире. Дальше на красительном цехе мы используем «Лорис Беллини», итальянское оборудование, которое купили. Летом назад, там самое новейшее оборудование. И теперь еще купили ткацкие коньки «Итема», тоже из Италии. И раньше еще покупали «Пиканольс», «Бельгия», ткацкие коньки. Они в то время, когда покупали, были новыми, покупали где-то 100 станков сразу. В этом, конечно, помогла Евросоюз. Мы получили поддержку с Евросоюза, которым участвовали, не помню сколько, но где-то 50% этого оборудования оплачивала Евросоюз. Компания пишет проект для модернизации, указывается, какие станки нужно, и что, например, станки или оборудование, и с этими станками или оборудованием, какое будет улучшение для нашего производства, то мы можем получить из Европейского Союза до 50% инвестиций в наше производство. Несмотря на постоянное обновление оборудования и внедрение новых технологий на фабрике, как и 10 лет назад, работают чуть более 150 человек. Новые машины не приводят к сокращениям рабочих мест, заверяет коммерческий директор. Люди никуда не уходят, потому что мы обновляем станки, и это дает нам возможность не уволить людей, а это дает нам возможность произвести больше метров, произвести больший вариант, больше раскрасок, больше дизайнов. То есть людей вопросы чаще всего не стоят. Это стоит в том, что мы производим лучшую продукцию, мы имеем возможность произвести больше продукции и становимся больше конкурентоспособными на рынок. Количество людей практически не менялось. Может быть, несколько человек, но действительно количество людей мы сохраняем то же самое, потому что объемы производства постоянно растут. Работа в промышленности в Европейском Союзе – это постоянный поиск инноваций, оптимизации расходов без потери качества. Очередной проект на фабрике позволит сократить расходы на электроэнергию. Евросоюз теперь нам делает новый проект. Мы будем в следующем году строить солнечную батарею на крыше. Будем поразготавливать электричество для фабрики. Это Евросоюз нам дает 60% этого проекта, финансирует. Стоимость проекта 60% будет предоставлена Европейскому Союзу. Мы тогда становимся независимыми от электричества, от цены электричества. И эта электростанция, можно так сказать, будет работать где-то 25 год для нас. Там дает и конкуренцию лучше. И, конечно, то, что не будем употреблять электричество, будем продавать на сети городского города. Производственный процесс на фабрике не прекращается. За сутки они могут изготовить около 6 тысяч метров ткани. Но, опять же, все зависит от заказов и потребностей клиентов. По словам сотрудников Аудиаса, профессиональная команда, ответственное отношение и умение прислушиваться к своим клиентам, удовлетворять их потребности – неизменный залог успеха даже на таком большом рынке, как Европейский Союз.